Снижение количества ДТП с участием детей, активность жителей города в раскрытии дорожных происшествий и новые возможности удаленного взаимодействия. Государственная автоинспекция подвела итоги работы за 2016 год. По словам руководителя ведомства Александра Стрепетилова, работа велась по всем направлениям. О них на брифинге для журналистов рассказали сотрудники окружной дорожной автоинспекции. По сравнению с 2015 годом аварийность на дорогах снизилась на 8%. Положительная динамика, снижение на 20% наблюдается и по смертельным случаям на дорогах. В 2016 году с летальным исходом зафиксированы 4 ДТП. Основная причина аварий – нетрезвые водители за рулем. В двух случаях решающим фактором оказались погодные условия. Как правило, количество аварий возрастает после обильного снегопада. Усугубляет ситуацию нежелание водителей соблюдать дистанцию на дорогах между автомобилями. «Попадение осадков, то есть сверх нормы, если рассчитывать их в средние, суточные, наверное, сверх нормы, когда дорожная служба маленько не справляется. Есть такая проблема у нас – нехватка дорожных рабочих, нехватка техники все-таки. То есть процентов на 30 дорожные службы не готовы к таким осложнениям у нас». Снизилось и количество ДТП с участием детей. Так, в 2015 году их зафиксировано 10, в 2016 – 7 случаев. В этой категории аварий по большей части виновны взрослые, за исключением подростковой аварийности. В летний сезон на дорогах появляются мотоциклисты, которые не всегда соблюдают скоростной режим. «Дети, в общем-то, страдают по вине взрослых, в качестве чаще всего пассажиров. При столкновении, опрокидывании получают увечья дети. Наши есть случаи, когда дети в ДТП перевозились вообще без детского удерживающего устройства». В 2016 году дорожная инспекция активно работала с гражданами через портал госуслуг. Таким образом, в отдел ГИБДД обратились 173 человека. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. По мнению сотрудников ГИБДД, получение услуг в электронном виде экономит и время, и средства жителей округа. Так, услуга, оплаченная онлайн, выходит на 30% дешевле, чем платёж в банке. Стало удобно получать водительские права. Все документы можно сдавать в многофункциональные центры. «Полный пакет документов МФЦ набирает, то есть также без очереди, можно через портал, можно через МФЦ. И к нам они везут, мы изготавливаем в кратчайшие сроки, и вы получаете в МФЦ это водительское удостоверение своё. Но это больше актуально к населённым пунктам округа, потому что они удалены от Наринмара. То есть, я думаю, будет пользоваться спросом такая услуга». В сентябре 2016 года начали действовать новые правила в части сдачи экзаменов на получение водительских прав. Сдача экзаменов на знание правил дорожного движения стала жёстче. За год были выданы 1385 водительских удостоверений. Вновь получили права 393 водителя. В прошлом году была продолжена работа по противодействию коррупции. «Граждане имеют права при общении с сотрудниками госавтоинспекции использовать аудио- и видеозаписывающую аппаратуру. И по всем фактам, если кому что из граждан стало известно в плане коррупционных составляющих со стороны госавтоинспекции, тоже необходимо незамедлительно сообщать об этом либо в дежурную часть по телефону 02, либо на телефон доверия управления Министерства внутренних дел по Ниньскому автономному округу». Также на брифинге отметили о важности акций по безопасности на дорогах, проводимых ГИБДД. В 2016 году было проведено 127 профилактических и 20 специальных мероприятий. Чаще всего нарушения были зафиксированы в части непристёгнутого ремня, технической неисправности автомобиля, отсутствие страховки на транспортное средство.